Здравствуйте. ИГИЛ или Талибан? Казалось бы, а что тут сравнивать? Два движения отличаются лишь разными ракурсами мракобесия. Однако по мере того, как расползающаяся из Ирака и Сирии запрещенная в России ИГИЛ берет все новые районы Афганистана под контроль, маджахеды из Талибана на этом фоне покажутся кому-то умеренными. Например, жители афганской провинции Нангархар, часть районов которой попала под контроль ИГИЛ, чуть ли не с ностальгией теперь вспоминают годы, проведенные под властью Талибана. Сейчас террор стал нормой жизни. Публичные казни происходят почти ежедневно и в каждой деревне. И, разумеется, обязательно после пятничной молитвы. Присутствие на них тоже обязательно. Казнят, отрубая головы всех, кого заподозрят в связях с кабульским правительством. Лишиться головы можно из-за ношения западной одежды типа джинсов. Голову отрубят за просмотр музыкальных клипов. Употребление пищи совместно с представителями противоположного пола или вообще не мусульманской пищи. Казнят за разговор с незнакомцем противоположного пола, за употребление пива и курения. Список вообще длинный. По подозрению в воровстве отрубят руку, а за пропуск молитвы подконтрольного ИГИЛ Мулы дадут 20 ударов плетью. Женщинам запрещено выходить из дома без сопровождения мужчины-родственника, даже в соседнюю лавку, что Талибан делать позволял. Людей похищают с целью выкупа, но потом их все равно чаще всего уже никто не видит. Жители принуждают работать на ИГИЛ и облагают данью. Талибан запрещал всякое обучение девочек и женщин. ИГИЛ старается показать, что он в чем-то более продвинутый, устраивающий жизнь на основе, так сказать, права, в соответствии со своим пониманием ислама в трактовке 7 века. В контролируемых районах они взрывают светские школы, заменяя собственным начальным обучением, в основном борьбе с неверными. В контролируемом ими иракском Масуле ИГИЛовцы даже разрешили вновь открыть местный университет, с измененной, разумеется, программой. ИГИЛ на контролируемых территориях пытается действовать как полноценное государство, регламентируя в том числе бытовое поведение людей. Они выдают свидетельства о рождении и другие справки, регламентируют торговлю и ремесла, сохраняют систему медпомощи, где она была, разрешают и даже поощряют прививки детям, которые Талибан запрещал, отчего для Пакистана и Афганистана полиамилит – это массовая проблема. Поддерживая имидж борцов за социальную справедливость, ИГИЛовцы регулируют цены на такие товары, как хлеб. ИГИЛ проник в Афганистан в 2014 году, а уже в 2015 он объявил о намерении включить его или Харасан, как они его называют, в состав одноименной провинции, халифата со столицей Джалалабади. Туда должны войти часть Пакистана, Центральной Азии и Восточный Иран. Сейчас ИГИЛ контролирует с десяток районов провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном, а также некоторые территории в соседней провинции Кунар. Сейчас они намерены играть первую роль, воюя с Талибаном и переманивая его боевиков. При финансовой помощи из стран Персидского залива, со стороны тех, кто считает ИГИЛ более перспективным для продвижения радикального фундаментализма, а также от соратников из Ирака. А потенциал для вербовки велик. Общая численность самых разных радикальных структур, сражающихся с кабульским правительством, составляет до 60 тысяч человек. За переход из Талибана в ИГИЛ рядовым платят от 200 долларов, что для Афганистана приличная сумма, а командному составу до 600. К тому же радикально настроенные молодые афганцы считают, что Талибан выдохся, раз за 14 лет борьбы не смог восстановить контроль над страной. Цели у двух группировок исламистов разные. Талибан хочет контролировать лишь Афганистан. ИГИЛ же претендует на создание огромного халифата и на главенство среди всех джихадистов мира. Афганистан рассматривается и как плацдарм для экспансии в Среднюю Азию. Боевики-выходцы из Среднеазиатских республик уже присутствуют в рядах ИГИЛ. ИГИЛовцы замечены на севере Афганистана в непосредственной близости от Таджикистана и Туркмении. Эти места населены узбеками, таджиками, туркменами и киргизами, что может облегчить проникновение на территорию Средней Азии радикалов из Афганистана. В северной афганской провинции Джоузджан боевики ИГИЛ действуют в смычке с запрещенным в Узбекистане и России исламским движением Узбекистана. В другой северной провинции Бадахшан часть боевиков Талибана недавно присягнула ИГИЛ. Когда американцы входили в Афганистан в 2001 году для быстрой победы над Талибаном, казалось, что эта миссия выполнима. А сегодня так уже не кажется. Афганские правительственные войска, которые к тому же поражены еще и коррупцией, несмотря на американский тренинг, по-прежнему не способны вести масштабные боевые действия против радикалов. В афганских и американских кругах все чаще звучат призывы как-то начать договариваться с прочно удерживающим своей позицией Талибаном перед лицом ИГИЛ. Глядишь, скоро и в Вашингтоне начнут называть этих боевиков умеренными, на фоне еще более мракобесных фанатиков из ИГИЛ. Устойчивого государства создать в Афганистане так и не удалось. И думается, вовлечение Талибана в состав какого-нибудь правительства национального единства вопрос лишь времени. До свидания.